Это последний действующий надводный атомоход России, Пётр Великий. Флагман Северного флота, гордость пропаганды. Среди своих собратьев Пётр рекордсмен, причём не только по размерам, но и по вооружению. Он до сих пор остаётся самым мощным ракетным ударным кораблём в мире. На словах даже круче крейсера Москва. Той самой посланной на морское дно гневом украинского Нептуна. А если к этому добавить, что Пётр и пиратов ловил, и за спасением Курска следил, и химическое оружие из Сирии вывозил, и первых лиц государства у себя на борту принимал... Теперь же это первое лицо его и угробит. Угробит своей коррумпированностью, безалаберностью и самодурством. Пётр Великий задумали распилить на металл. Об этом сообщает государственное, подчёркиваем, государственное информационное агентство ТАСС. Пётр Великий могут вывести из боевого состава военно-морского флота России. И об этом ТАСС сообщил источник в военно-морской сфере. И почему же Кремль решил нанести такой удар в спину и без того малобоеспособному Северному флоту? Потому что денег нет. Прославленный крейсер оказался уж настолько ржавым корытом, что легче его пустить на металлолом, чем довести до ума. Опыт ремонта и модернизации однотипного адмирала Нахимова показал, что это очень затратно. Не просто затратно, а по сути невозможно. Брат-близнец Петра Великого, крейсер «Адмирал Нахимов» ремонтируется уже десятилетие. Эти кадры мы снимали в Северодвинске, на заводе «Севмаш», где адмирал Нахимов проходит ремонт. Оказавшись в окружении этих лесов, понимаешь размах строительства. А вот что точно не из мира великанов, так это умения и технологии кремлевских судостроителей. Уж много раз срывали сроки, но все же кормили завтраками. Вот-вот и корабль таки доделают. Продолжают обещать и сейчас. Ожидается, что его передадут флоту в 2024 году. Ранее предполагалось, что после него «Севмаш» проведет ремонт и модернизацию Петра Великого. Но после санкций и перекрытия доступа к новейшим технологиям, надежды нет и на это. Видимо, потому в Кремле и задумали окончательно опустить руки. Сообщают, часть париков Петра Великого уже перебросили. Перебросили на тот самый недоделанный крейсер «Адмирал Нахимов». Так что воевать якобы лучшие моряки России смогут разве что не выходя из порта. А как же любили с помощью флагмана поиграть мышцами перед НАТО? Как убийцы авианосцев и защитники целых группировок корабли проекта «Орлан» и задумывались? Главным калибром крейсера является набор сверхзвуковых противокорабельных ракет «П-700 Гранит». Эти ракеты до сих пор являются главным противокорабельным инструментом флота на море. Каждая ракета может получить разные боевые части, включая ядерные. Способны разгоняться до двух с половиной махов и пролететь около 600 километров. Хотя истинную мощь убийцы авианосцев уже во всей красе показал крейсер «Москва». Призванный прикрывать от ракет большую армаду кораблей, тот не смог прикрыть даже сам себя. И позорно ушел на дно всего лишь от двух украинских ракет «Нептун». Но «Москва», «Петр Великий», «Адмирал Нахимов» были способны бросить вызов НАТО хотя бы на бумаге. А вот теперь Россия ничего не сможет противопоставить авианосным группам Запада даже в теории. А ведь сколько денег из года в год транжирили на армию до флот. Но, видимо, ушли они на флот другой. Флот кремлевских шикарных яхт, закупленных у того же загнивающего Запада. Вороватым путинистам надо бы украинский орден выдать за экономию ракет «Нептун». Ведь те уничтожают остатки флота и последние поводы для гордости россиян ничуть не хуже, чем ВСУ.